У нас есть две модификации, это 2WD и 4WD. В дальнейшем планируем также поставить ее на полу-высыночный ход. Это битер, он промежуточный или как он просто? Ускорительный, разгонный, то есть он просто масштаб передать, да? Такой должен быть фермер-симулятор у вас, а то вы играете своими компьютерами. Я вот попрошу, мне вот такой попадает кабина домой, я ее поставлю и буду стремить. Эта серия с агрессалона 2018 будет посвящена стенду компании Рассельмаш. И начинается она с экскурсии, которую я буду частично озвучивать за кадром и за тихой речи экскурсовода. Экскурсия начинается с тракторов Рассельмаша. На выставке были представлены новинки компании, трактор 3000 серии 3535, выпуск которого начнется с осени 2018 года. У стенда которого мы, собственно, сейчас и находимся. Тратор с очлененной рамой, полноприводный, шестицилиндровым турбированным дизельным двигателем Cummins, мощностью 542 л.с. И автоматической трансмиссией Caterpillar 16х4. 16 скорости вперед и 4 назад. Запасный трактор предназначен для работы самых тяжелых тракторов. Трактор является лидерным паром, экономией топлива. То есть это работа с большими орудиями, в самых тяжелых условиях, с красными орудиями, 12 метровыми, с бонами, 13 метровыми и так далее. Машина изначально имеет очень богатое оснащение. То есть у нас здесь в базе, вы можете увидеть спереди грузы. На задней тоже на диске есть грузы, на грузы. То есть мы можем там защиту балансировать, настроить код выбора орудия. Большие емкости 1350 литров. То есть это позволяет работать машине целосмертно, без дозаправки. Сам бак расположен в геометрическом центре машины. То есть мы один раз отбалансировали ее поле работы. То есть лежается только масса. Валюция, балансировка, взрослая пола ся. Здесь мы видим мощный тяговый пуск. Возможность его отклонения от центрального положения. В зависимости от орудия, будь то ворона, будь то восьмой комплекс. И поэтому какое-то орудие, которое может машину вводить. Мы ставим его, нужно положить. В базе у нас также гидравлика производительностью. 201 литра, это 4 пары секции. Здесь магистраль высокопоточная. Здесь замечательный тигуин. Также магистраль прямого слива в бак. Это при работе с пассивным комплексом. Опционально мы можем оснащать 6 парами гидравлика. И производительностью 401 литра. Опционально мы можем устанавливать 3-точную навеску. Как правило, машина такой мощности обычно работает с прицепными орудиями. Следующие два трактора, они очень схожи. Это трактор RSM-2375 и трактор RSM-2400. Это, скажем так, машина... Сейчас переходим к одной из самых популярных моделей тракторов от компании RSLMASH. Это трактор 2000-й серии 2375. То есть машина комплектуется с 3-точной навеской. Этот трактор имеет все те же преимущества, что машина более мощная. Здесь единственная установлена механическая коробка передач. Акупа. 12 передач вперед, 4 назад. И двигатель Cummins RSM-10.8. То есть это 11-митровый агрегат. Сам трактор может поставляться как с тракточной, так и без навеской, с узкими и широкими колесами. Предлагаю пройти ключи и его существуют. Теперь, друзья, передвигаемся к новой модели трактора. Это трактор тоже из линейки 2000-й серии, но чуть побольше мощный. Модель 2400. В базе кондиционер, топитель, то есть 11 настроек регулировок на сиденье. То есть все, что нужно, необходимый механизатор. Удобное панорамное осцепление на 360 градусов. Регулировки рулевой колонки, ну и так далее. Снимаш 320 и 340. Эта машина мощностью 305 и 340 лошадиной силы. Трактор с классической рамой. Задние колеса спаренные. Имеет трактор большую комфортабельную кардину. Наверное, самую большую в этом классе. Вот здесь установлена автоматическая кардинка. 16 передач вперед, видите, передач назад. То есть очень гибко можно позволять машину по любые режимы работы. Передний пост подключаемый. И дальше ведущий. На тракторе установлен гимнитель хамец. Курс ЦН 8,3. Объем 8,3 литра. Рабочий объем. Машина незаменима для хозяйств, которые работают на пропашных культурах. То есть мы можем снимать с парка для того, чтобы работать и попадать в ряды. Для овощеводов. Есть там, где необходима поедренность. В первую очередь машина. Перед вами дисковая барана «Викинг». Она агрегатируется с тракторами мощностью от 435 лошадиных сил. Это мощная барана. Она предназначена для сделывания земли. Особенно хорошо работает по заделке вождевных остатков. Например, кукуруз. Сама по себе рама мощная. Выполнена из профильной стали. Специальный склад. Ширина захвата 8,7 метра. Очень удобно, легко настраивается. Глубина мы посмотрим на другой баране. Там удобно подойти. Мощные дисковые батареи. Диаметр самой дисковой батареи вала 50 миллиметров. Вот эта гайка заключается с моментом 4339 ньютон на метр. В принципе, для понимания, это должны два здоровых взрослых мужика. Диаметр по 100 килограмм на 3-х метровой трубе появится. То есть момент такой затяжки, что она в процессе работы просто сама никогда не откусится. Ворона шириной захвата 4,3 метра. Она весит 6 с лишним тонн. То есть на 1 метр ширины захвата 1500 килограмм. У нас, наверное, один из самых больших дисков в индустрии. 813 миллиметров. Диаметр толщины диска 12 миллиметров. В принципе, не в кого используют линейки. Большой диск. Она подназначена для неостерения. Залежных земель. Тяжелых каких-то против дисков. За счет веса, за счет массы. Мощность трактора такая? Мощность трактора агрегатируется в 2,375. В принципе, даже... Нет, ну вообще. 312 надо. 320, но с запасом 375 нормально. На самых тяжелых почвах с запасом пойдет. Если даже на подъем, то 375 у них корпус. И дальше-то корректно работает. А потом, как же, настройка производится путем набора сегментов. Настолько глубины шелых сегментов. Прошел, что сегментов. Согласно зажимается. А ворона работает с необходимым заглублением. И далее прошу пройти за мной. Мы рассмотрим дальше комбайны. Комбайнеры 7-машес. Итак, перед вами земноуборочный комбайн Торм. Это машина 7-го класса производительности. Это роторная машина, одна из самых производительных в мире. Мы ее обновили, модернизировали. Это Торм 785. Мощный комбайн. Здесь очень много патентов. Запатентована система обмолота. Система АРС у нас в данном случае. Это три уникальных вещи. Это высокопроизводительная наклонная камера. Это бесступенчатый привод ротора. И это дека, вращающаяся в противокос. Комбайн с увеличенной емкостью бункера. 12 300 литров. Машина за сезон убирает около 2000 гектар. Увеличена выпуска. 120 литров в секунду у нас выпуска. Практически 2,5 мишка зерна, это так проще сказать. В данном случае комбайн сагрегатирована с транспортерной жадкой. Дрепер стоит 10,7 мм. Большая такая жадка. У нас усилий на наклон на камерах. Сейчас идет адаптер. И посмотрите, вот увидите сама кабина. Это симулятор для обучения механизаторов. Для учебных заведений. Итак, далее предлагаю пройти к нашему двухбарабанному комбайну. Это первый комбайн двухбарабанного типа. Линейки компании Рассельмаш. Вот, машина уже хорошо себя зарекомендовала. Машина, скажем так, 5+, или 6-го даже класса производительности. Бункер емкостью 10,5 кубов. Мощность двигателя Каминс 325 лошадиных сил. Мы ее построили на новой глобальной платформе. Вы можете посмотреть дорожный просвет. Здесь порядка 45 см. То есть машина с очень хорошим клиренсом. Для работы в самых различных условиях. Нужно так сказать, несущей способностью. Сейчас мы выводим на рынок полноприводную модификацию этой машины. Большая, удобная, опоздательная кабина нового поколения. Машина относится к третьему классу по производительности. Но на самом деле, по многим параметрам, она близка к четвертому классу. Это абсолютно новая машина. Есть две модификации. Это 2ВД, 4ВД. В дальнейшем планируем также поставить ее на полу-высеночный код. Клиренс также 45 см. Как вот все наши новые машины на новой платформе, которые производятся. Стопимельная рабочая. Очистка здесь с комбайной века, то есть очистка с комбайной четвертого класса. Молотилка сама Нивовская. Новая кабина, которая расположена по центру. Это уже не Нива. Это более современный комбайн. Емкость бункера у нас 4500 литров. В базе компрессор для проведения то для выживания, то есть ежесменного, то очень удобно. Это помощник хозяйством. Двигатель Ямс 534. Это двигатель, произведенный по технологии Рено. Мощностью 180 лошадиных сил. То есть очень экономная машина. Удобная. Уже работает у нас на Дальнем Востоке. Вот в Приморье полноприводная машина. И одна машина в Еврейской автономной области. Два ВД. В данном случае машина сагрегатирована в зерновой жадкой. Это 5-метровая. Вот вы можете посмотреть. 4,1, 5, 6,7. В основном все приобретают 6-метровой жадкой. Так как для регионов с низкой урожайностью более эффективно работать. Это новая безредковая жадка, которая позволяет одинаково эффективно убирать как низкорослые подсолнечники, так и подсолнечник, который довольно большой вырастает, с большой урожайностью. То есть здесь уже нет привязки к ширине редка между реальными. Самоходная производительная, заточена на большие объемы. По производительности она позволяет обрабатывать до 1200 гектаров в сутки. Оставляется с тремя типоразмерами штанг 27, 30 и 36 метров. На самоходном опрыскивателе высотой ЛСП-275 установлен двигатель камень. Мощностью 275 лошадиных сил. Как вы можете увидеть, здесь большая объемная кабина. Здесь все спроектировано до джекороза в общем месте, чтобы было кафорно оператор. В кабине избыточное давление создается для того, чтобы джекоры не попадали внутрь. Есть специальный фильтр для фильтрации. Машина имеет клиренс 122 мм, довольно-таки небольшой. То есть, в принципе, на пивозах растительных сил. Основные фарсы выполнены из нержавеющей стали, 4540 литров. А бриво на задние колеса, здесь механический бриво. То есть, наш обрыскиватель в своем сегменте является лидером по экономии топлива. То есть, воскорбанная гектара порядка 400-3600 грамм. То есть, основные производители, это виды стежина, у которых гидро в основном статированы. В основе вся гидро статическая станция. Сама штанга выполнена таким образом, чтобы максимально гасить вертикальные, горизонтальные колебания, а также крутые. То есть, здесь тоже несколько патинок. Машина именно предназначена для работы на больших скоростях, на скоростях до 30 км в час. Сменная производительная сущность превращается за счетовым, что он на перегонах, на перебивах. То есть, у нее транспортная скорость до 60 км в час. Посмотря на такие габариты, на такой высоте. Калию мы можем не выходить, не выходя гидравлической, не выходя из кабины. Нажали плач. 300-300-400-800-600-600-600 см. Естественно, это делается не для места, а в движении. Колеса не таяшки. Так, друзья, Versatile 460DT. Это дельта тракт, это гусеничная. Гусеничная машина. Мощностью 460 лошадиных сил у нас. Такая была на заводе Versatile MASH, когда я к ним ездил. У меня практически была возможность на ней прокатнуться, но, увы, на этот момент сели на ней аккумуляторные батареи и не вышло. Наверное, давайте залезем. Хотя я в ней сидел уже, и не так она уж представляет из меня интерес огромный. Кое-чего помню. Собственно, здесь весь блок управления, он закреплен на сиденье оператора, трактора. Автоматическая коробка передач. Вперед, назад. Приключение скоростей. Повыше, пониже. И кнопка, вот здесь вот есть такая вот блокировка. Это то, что я помню именно с завода. Ну, куча настроек гидравлической системы. В общем, здесь уйма всего. Осветитель на приборах, кондиционирование здесь. Здесь дисплей. Ну, и вот такая вот панель приборов. Именно что касается двигателей и прочего. Сиденье пассажира имеется. Стояночный тормоз. Ремень безопасности. Большая подвижность системы регулировки сиденья. Вот такая сеточка имеется тоже. Вот так вот ее можно убрать. В общем, большой, мощный, интересный трактор. Ну да, габарит, конечно, впечатляет. Кабина гигантская. Не шибко высокая, вот. Ну, большая. По ширине, скажем так. Баки у них у всех у Росельмаш тракторов делаются посередине. Достигается тем самым такая вот развесовка у них по центру. Ну, а вот это новое, друзья. Новый 340. Комбайн новый. В линейке Росельмаш. Пришедший на смену комбайну из К5 Нева, по сути. Молотилка та же самая Ниевская. Единственное, что здесь уже есть компрессор. Двигатель ЯМЗ 534. Ну, из узких источников я знаю то, что комбайн позиционируется как третьего класса. Но на самом деле по-производительней. И знаете, в общем, в итоге у Росельмаш он вышел по производительству, в принципе, такой же, как и Вектор. Комфортабельная кабина уже, естественно. Кабина, ну, по типу Акровской, такая же. Расположение посередине оператора. Так что, комбайн такой современненький, удобнее. Подойдет для хозяйств от 50 до 500 гектаров, скажем так. Ну, так, по сути, это Вектор, знаете. Не знаю, оправданно производство этого комбайна будет или нет. Ну, Сельмаш уже на протяжении 10 лет пытается снять с производства СК-5 Нива. Потому что морально она устарела. Когда выпускаются такие красивые машины, выпускать СК-5 Ниву, хоть уже модернизированную, но уже нецелесообразно и проблематично. Все-таки эти машины, они частично унифицированы между собой теперь. Еще про Расельмаш, если уж сказать, то вот этот комбайн у нас курмоуборочный, пойдет на замену курмоуборочного комбайна Дон. Какой он Дон-то, я забыл. 680М, вот. Только это F1300. Только это будет, да, RCM F1300, но я говорю, ну, на замену. Все, это не все отличия, вам скажу, что по сравнению с Доном, на самом деле, очень много всех отличий. Что касается и питатель, питающего борода. Что касается силовой установки. Сейчас новое поколение. Во-первых, это, конечно, новая платформа, на которой строится этот комбайн. Она предполагает не только новинки такие, как изменения приемной камеры, да, там 4 будет вольца вместо 5, как на Дон-680. А также вообще эта платформа, она предназначена для работы с цифровыми технологиями. Здесь будет установлена система Агротрони, которая позволит отслеживать, как движется комбайн, какая масса, влажность, все это, топливо. То есть все это будет цифрой, ну. Ну да, это платформа для агрономов, для инженеров. То есть она будет передаваться, то есть им там на планшет, на компьютер. То есть они полностью будут контролировать, работают техники. Да, собственник будет здесь, обратите внимание, что стоит силовой нагрегат. Это хорошо зарекомендован. ЯМЗ. ЯМЗ, это модель 238-я, ДЕ2. 330 лошадиных сил, то есть он уже понимает, что он мощнее, чем... Да, да, да. Это наш любимый, до 680 лошадиных сил. Ну да, там шестерка стояла, да, и Ярославская. Да, и он был 288 лошадиных сил. Да, и он был 288 лошадиных сил. Привод на измельчитель. Ага. И тогда вам... То есть это большой ремень длинный, да, он туда идет, по сути? А это плюс 10 процентов, на самом деле, не теряется. Если прямой идет, то нет потери мощности вот этой, да, в крутящий момент. Вообще он агрегатируется с разными. Есть и жадкая травянка на него, и, как вы можете обратить внимание, тоже подойдет. Кукурузная вот эта вот, да. Да, еще здесь маленькая такая, маленький момент есть, во-первых, здесь к этой серии F, обратите внимание, F1300, F2650. Унифицированные они, по сути, соблюдают, да? Да, от них будут, можно будет, подборщик применять как на F1300, так и на F2650, и наоборот. То есть рамку позволяет перемешивать. Ну, а сам, сама наклонная камера, она, во-первых, будет компенсировать, у нее есть SKRP, то есть не только продольное и поперечное копирование рельефа. Ну, и, кстати, на подборщике тоже есть система, своя копирование рельефа. Камни металлодетектор, всем хорошо знакомая система, которая помогает работать комбайну без лишних вопросов уж. Здесь довольно-таки широкий карабан, 630 мм, диаметр его, ширина его 703 мм, 24 ножа, шевроновое расположение помогает развязать массу. При этом не рубить, а именно хороший срез дает металлодетектор. Дальше, если вы помните, знакомы с технологическим процессом, дальше идет, что у нас? У нас дальше, после измельчителя, был конфузор, сейчас это прямой тракт, который подает на до-измельчитель, до-измельчитель, он слайдерного типа, два вальца крутятся с разной частотой вращения, 20% у них разница будет. После уже чего происходит подача массы на вскоритель. Это пластины, да? Да, это балансиры, они позволяют работать с многими видами адаптеров, распределять груз. Вообще, сам по себе комбайн третьего класса идет. Бак, вы можете видеть, он идет в базе, а также вообще сама система рассчитана на то, чтобы работать как с разбавленными консервантами, так и с концентратом, конечно. Вот здесь, вы можете видеть, что стоит два бака по... А вот этот голубенький, да? Да, совершенно верно, но сама система, она в базе не будет идти, то есть, если кому-то нужна сама работа внесения консервантов, то зал, да? Ну, а то бывает, консервант вносит уже на моменте прикатывания, например, и когда идет прикатывание вот этих силостных ям, то есть силостных бортов, опять-таки. Ну, и обратить внимание по доступности, все очень доступно. Да, достаточно большой, думаю. Сюда можно, я с утра сегодня, там, когда человеку показывал, где стоит сам ускоритель. Ну, да. Слайдерного типа, то есть пять минут, и он уже готов. Его можно поставить, он будет в рабочем положении, на это обходят пять минут. А здесь стоит у нас ускоритель, размечитель, который массу, в общем-то, подкидывает туда в грузной хобот. Здесь есть очень удобный ресивер на 100 литров, который позволяет в любой момент и произвести какие-то технические моменты. Шимы подкачать или потом что-то. Ну, очень удобный. Ну, да, да, да. А, ну, ресивер там спрятали вон под низом, видите. Топливный бак здесь 750 литров, то есть позволит вам топливный бак 750 литров, что нам дает того, чтобы производить сменную. Ну, и этот, сам бак, он идет на 390 литров. Ну, обратите внимание на то, что сама наклонная камера, что, черт плюс, она, во-первых, открывается в два положения. Есть просто она откидывается, двоеобразное открытие. И второй момент, если вам что-то нужно, ну, к примеру, поменять нож. Естественно, без адаптера. Она откидывается, как калинка. Вбок получается. Да, то есть она откидывается, как калинка. Как радиатор, вот они откидываются, на тракторе спереди, вот тоже видел на... То есть такая же флага система. Здорово, слушайте. Видите, что здесь у нас 4 изменения длины резки. 4, 7, 10, 17. Можно выпадать. И вот этим вот поворотом, да, под этим изменяется, да? Совершенно нет, два рычага, который помогут вам настроить, в принципе. Заточное устройство. Здесь также можно, да, адаптер отцеплять подъем, опускание, да? Совершенно верно. Проворачивать барабан, может, да? А также сам брак, который может быть длиннен. Еще больше, да, будет? Да, за счет того, что можно поставить, добавить, так, проставку сегмента. Все, ладно, все, спасибо, удачи тогда вам. Ну, эта модель схожая, но уже мощнее, друзья. Тоже F-серия RCM, это для более крупных хозяйств, более мощная машина. А, ваша очередь, ну, без проблем. RCM F2650. Самый мощный кормо-уборочный комбайн среди комбайнов нового поколения производства компании RCM. Здесь у нас двигатель, мощный двигатель производства компании MSDS 631XS. Надежный. Сразу бросается центральный систем смазки. Она, прям, 15 литров, большая такая. Слушайте, ну, даже на комбайне маленькая. Вот на каком комбайн-то я видел? Не натуром я видел, но вообще совсем маленькая. Меньше. Литров на 5, мне кажется, она совсем. Здесь 15 литров, 1000 моточасов проходили, ну, там, сейчас же опытная эксплуатация пока что. Там еще осталось ее. Но она автоматизирована или все-таки как-то? Автоматизированная, 33 точки смазки. То есть он сам узнает, когда ее внести, да? Сам знает, сколько нужно внести. То есть человеческий фактор здесь исключился. Полностью, ему не надо кнопку нажимать, по сути, да? Там есть кнопка, в кабине выведена кнопка, если надо где-то подмазать, Ну, если хочешь, то что ты думаешь, считаешь, то что уже побольше нажал, добавил еще. Смазка пошла, да. И это уже не опция, это уже все в базе, да? То есть в комбайне все-таки-то опционально где-то? Да. Ну, у нас в базе 14.01 пока она форма уборочная была в базе. На 161-м сейчас тоже в базе уже система смазки. А на АКУС, там, да, там, да, опционально. Так, ну, а вот с этим, с маленьким сравнивать, помимо мощности, что еще такого? Оно мощности здесь, смотрите. Да, измельчитель слайдерного типа, вот оно, его видно. Там на кнопку нажал в кабине, он зашел. Ага. На кнопку нажал, он обратно ушел. Это для, если на кукурузе, для измельчения зерни. Вот. Там, там нужно все-таки уже механический стол. Ну, да, он не понял, он там говорил, что надо залезть в механизатор. Залезать, залезать, чтобы настраивать. Тут просто через кнопку в течение 30 секунд он езжает, заезжает обратно. Ага. Вот так же по приводу, прямой привод от двигателя, ну, с другой стороны, поперечное расположение двигателя. Ремень сразу же на измельчающий аппаратный, это измельчитель идет. Ну, по такому же принципу, как и сми, на донах, на наших мостах. Угу. А сколько мощность двигателя Mercedes 630, обалдеть. Это модель 2650, есть еще будет модель 2550 и 2450. Соответственно, 400 лошадей и... Я понял, да, последние 30, это вообще. Это самый мощный, да. Здесь универсальная система внесения консервантов, это бак для консервантов разбавленных водой на 390 литров. Здесь бак на 10 литров для концентрата. Концентрат вносит от 0,3 до 6 литров в час примерно, разбавлено 10 литров. А подача концентрата подается уже на выбросе? На ускорителе, да. На ускорителе подает, там, туманное распыление такое, да. Тут, 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 тут. Базовая комплектация. Интересно, потому что, обычно многие на импорте не ставят у нас ресивер. Воздушный, короче, да? Воздушный, да. Пневмосистема. Пневмосистема, я смотрю, она тоже как в базе. В базе, да. В базе пошла и на зерноуборщика. Смотрю, базе, даже уже на новый, даже есть компрессор. Это камера? Видео, да. Можно следить за его ростом. Если у вас на проводом, ну, задний, задний. Привод бойцов, гидравлический, сейчас если питателю подойдем. То есть, можно длину резки менять прямо из кабины. Барабан 24. А, длину резки? Да. То есть, там у нас стоял рычаг. Чак, друзья, здесь 4, 4, 4 положения было. Выбираешь, сколько тебе надо. Здесь ты просто сидишь в кабине и неступенчатое переключение длинной резки. То есть, более дорогая и более такая, более современная, да. То есть, представляете, с кабиной регулировки происходит. Здесь 2650 установлен, 24 барабана из 24 ножей. Также есть возможность установить барабан на 16 ножей. И можно установить барабан на 40 ножей. Там, соответственно, длинный резки. А сколько с ними вообще приставок используется? Используется кромяная жатка. Используется подборщик. Кукурузная жатка роторная. Вот это. И есть еще жатка роторная навесная. Она там на земной сенажек. А, как плющик, наверное, что-нибудь? Ну да, да. Ну, тогда такая большая москва. А, кстати, друзья, вот анимацию смотреть. Ну, это да, техпроцесс полностью. Кабина, в принципе, идентичная с комбайнами, зерноборочными. Да, это комфорт Кэп 2. Тут что у нас? Это уже второго поколения, да, кабина? Да, три регулировки руля. То есть на вылет. Вот так. На педаль можно нажать, на себя потянуть. Да. Вот. Поближе, подальше. И также там еще отрегулировать можно вот так вот. Наклон, да, вот этот упор? Да, 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 да. Многофункциональный джойстик управления. Здесь сила сопроводом, адаптером. Вот, друзья, вот он сила сопроводом. Это, наверное, поворотовый, скорее всего. Это подъем адаптера, скорее всего. Стоп. Ну, все знаете, конечно. А я ничего не знаю. Ну, по картинке. Я по картинке так просто. Интуитивно, да. Да. Ну, это там включение главного. Кстати, смотрите, улитка, черепаха, зайца. Это, видать, двигатель, да? Да. Это что, получается, ручки газа нету, что ли? Нет. Кстати, про CSS, то, что я рассказывал, там кнопка есть, линкольн написано. Вот это. Там кнопка нажимаешь, да, и подается смазка. Ага. Ну, тут зазоры. А, зазоры мы можем до измельчителя еще так же менять. То есть, у нас до измельчитель вальцевого типа, там два вальца стоят, и между ними можно менять зазор. Ну, так, в принципе. Два дисплея. Один... Два дисплея. Три имбл. Это если мы используем по GPS, ну, под руливание автоматическое, уже, ну, там, пол... Это на него идет, да? А это полностью... Здесь это Advisor 3, информационная система, там вообще полностью весь техпроцесс отображает. Магнитола нету? Магнитола в базе нет, но есть аудиоподготовка. Все, провода раскинута? Да, да, да. Там просто... Динамики вставить. Динамики влечены? Да, да, да. А, ну, это здорово. Просто поставить, и подключить холодильничек. Холодильничек. В базе сразу же идет эта система Агротроник наша. Сейчас мы ее на всех на тракторах ставим, на комбайнер. Ну, то есть, удаленно можно следить за ходом... Да, я понял. Я понял, что и приложения есть уже, в принципе, доступны для скачивания. Ну, такой, шпион с трактористом, короче. Не сольешь листья потом. У тебя никуда не уедешь, ребята, на Колым. Вас везде найдут. Резина, колеса. Здесь 800-е стоят передние. Есть еще вариант исполнения 600-е поставить, но это больше для Европы, у нас в России не будет использоваться. И есть вариант 900-е. На 900-е будет полный привод уже. Сей день у меня произошло с следующего года, но там ограниченное количество будет. В каждой регион там не тракторист. А сейчас сколько единиц выпущен таких? Ну, я не даже не могу сказать. Ну, немножко, короче, я сделаю немножко, да. Просто опыт-опыты еще доводят, доводят, дорабатывают, чтобы не было у него. Ну, допустим, вот этот работает в Малагурской области в 1300. Он тоже опытный еще, да? Опытный, да. То есть это все серии F, она еще пока что-то. Я с людям ездил, да, в хозяйство общался. Вообще говорят, отлично. Они как бы плотно сидят на импорте. Говорят, отличная машина. Если доработаете, там в некоторый момент перейдем. Понятно. Ну, здорово. Как бы так. Ну, ладно, спасибо. Да, приятно было пообщаться. Позапоюсь. Ты меня за руль посадишь? А лестница в комплекте идет? Нет. Блин, прикинь, классный трап был, да, комбайнеры? О, ну, слушайте, сиденье здесь пневмот, я вам сразу скажу. Все клавиши присутствуют такие, да? Здесь подруга стоит, а вы видите? Сразу видно, как бобыху. Руль. Так, аудиосистема встроена уже, да? Да, тут. Бардачок. Вот здесь есть бардачок. Вот есть, да. Вот еще один. Мелочевку можно хранить, это очень хорошо, это очень полезно. Смотрите, КПП, как медали сделано. Опа, первая скорость. Опа, вторая скорость. Третья. И нейтраль. Нейтраль 2. И вниз тоже. И вниз нейтраль. Здесь улитка, черепаха, заяц. Отход, да? Здесь, здесь, здесь нету ручки газа. Это как вот на кормоборсом, то же самое, ребят. Менюшка, именно по комбайну. Это монитор уже по системе для подруги. Подруги системы. Там вот еще камера, это система, которая распознает какие-то препятствия, какие-то движения, животные. Так что никого не задавите, никого не проводите. Не нужно кому-чера видел, да? Третья транспортерная здесь 12-метровая. Много гидроприводов, много гидровыходов. Все у нас зациклено на гидравлике. Все поменялось. Это Тором. Это Тором, друзья, обновленный. Его тоже пока в серии нет, да, я? Тоже пока еще не выходил. Но он и в колесной вариации будет, в гусеничной? В колесной, да. А в гусеничной тоже будет вариант. Да, вот стоят сейчас на нем. Я понял. В колесной. Ну тут, конечно, красивые, мне нравятся гусеничные. Единственное у них минус то, что особо по дорогам в общественном поле за них не поездишь, то есть они чисто для работы в поле. Нужно без пола высыпать или пылью. Да, да, да. Вот самое удивительное, вроде бы пыль, абразив, но она как раз нужна этой ходовой. Я на Рассельмаше был, там вот об этом разговаривали, то есть, ну чё. Давай, давай. Да? Ребята, я Сережка-комбайнер. Опа-на. Так, ребята, дойстик у меня. И он не видит. Почему он не хочет ехать? У нас коробка не получается. Скорость. Что скорость? Ключи. Газ. Обороты пошли, да? На скорость. О, всё, да. О, поехали. Смотри. Ну вот, ребята, такой должен быть фермер-симулятор у вас. А то вы играете со своими компьютерами. Я вот попрошу, у меня вот так попадает кабина домой. Я её поставлю и буду стримить. Уже какая-то маловато, кстати, знаешь, обороты. Да что-то мало, у меня кажется, обороты. Обороты мало? Да. А что, полторы тысячи? Мало, конечно, надо на полную идти. На полную, нажми на зай. О, вот это дело. Только эта скорость у нас большая слишком. У нас потери по-фиг. После сколько? 5 км? О, давай 4. 4. Вот, 4 сделаем. Вот так вот у нас будет демечка из потерь. Оборот барабана 900. Наоборот с их большими, кажется. Смотри, чем убираем, в принципе. Можно убираем. Для пшеницы нормальная, наверное, оборот, я думаю. Я же не компонент, я не помню все эти, там же настройки для каждой культуры свои идут. Дек 35, это тоже на большая идёт. Больше. Смотри, у нас потери на выходе 0, потери на выходе 2,6%. В общем, масса потерь 1300, глядь, у нас потери фигает. Хреновый из нас комбайнер. И оборот ветров убавляется. Мотовью тоже убавляется. Что-то больно. Это у нас регулировки, что? Это включение жаркие, это включение молоде. Оно как крутит? А, вот так? Вот так. Давно отключено. Угу, все встало. Ну, мы просто что-то, это кабин-харсер СМ-261? Да. Почему в зазор не убавляется? Придите, почему? Почему? Интересно? Убавляется зазор под барабанчерей. Выбирается? Ну, у нас потери идут обалденные. Мы уже потеряли тонн 300. Может, тут это ещё дома-то не доверие? А, ну, может, да. Ну, короче, давай просто покатаюсь ещё кружочек. Для того, чтобы ты прямо сейчас с собой умолчился, а вам сам. Просто почувствовать себя. Мы с собой вообще... О, прям, правда, конечно, поехали. Я чуть не дёрнулся. Вы хоть запрыгнете на подошку. Давай, мы с собой умных комбайнёров включили, хоть просто прокатнёмся. А зеркалов сзади, видно, нету, да? Нету что-то, да. Обыливаю. Смотри, мы огрех, какой оставили. Видал косичку? Лежак нам достаточно коржавый для 161-го. Как будто я на Нове еду, слышишь? Оборот ветров 1200. Нормально, да? Мы гоняем. У нас всё выдувает. А у нас потери, ты видел, какие мы... Тут он 300 идёт на круг. Всё, хорош. А что у нас вот так это... Задралась мы... Жатка? Нет, жатка-то ладно, моторилочка у нас высоко. Моторилочка у нас регулирует? Да. А, регулирует, есть, работает всё. Оборот убавим. Как нам сложно? На, скорость выключили. Так. Основим всё и давай. Вниз. Вниз. Всё, пускай кто-то другой, пускай мне голову ломает, как его завести. Вот такие покатушки, ребят. Чё ещё я на РСМ-Маши не сфоткал? Нигде не было. Вот чё с барабаном пусть идёт. А, пойдём посмотрим, да, барабанчик. 162. Ну, друзья, система обмолота. РСМ-161. Два барабана по 800 миллиметров. Здесь скоро... Слушай, ну, ведь барабан, да, аддон 1500, и так и вот он, по сути, остался. 800 миллиметровый. Вот, единственное, смотри, да, здесь классические бичи стоят, а здесь уже такие вот, видишь, как планчатые такие-то, короткие. И посередине, получается, он как, он... Это битер, он как промежуточный, или как он просто... Это, наверное, ускорительный, да, разгонный, то есть он просто смаз, чтобы передать, да. А он и на том, отбойный он называет. На отбойном всегда был, но он был в конце, отбойный, после барабана. Здесь он уже другой, получается, функцию. На ней весь был приёмный битер, то есть здесь он просто как разгонный, да? Ну вот, можно всю систему посмотреть, РСМ-161. Цепочный плачатый транспортер, приёмный битер, здесь его нету, но он имеется. И пошёл первый 800 миллиметровый ускорительный битер, второй барабан, и уже дальше пошло на сепарацию. Ветер сошёл, да, двухрешётный систем очистки, как обычная. Всё выдувается, продувается, шесть клавиш сломотряса, семискаскадные они. Движок от чего? Это его, да? Это он на 360 лошадиных сил. Компактный, да? Рабочая модель? Запустить поедет? Нет. Видали, ребят, у Росельмаши технологии дошли, они даже робот себе построили. Называется Тором. Робот Росельмаша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...